В 2012 году в соревновании приняли участие более 500 спортсменов, как самых маленьких, так и людей в возрасте. Первыми на старт вышли малыши. Воспитанникам детских садов предстояло выполнить забег на 600 метров. Ровно столько же сотрудникам Центра Элизарова. Третьими стартовали пациенты. По мнению организаторов, последние одержали самую главную победу – комполизни. Без его места не заняла, но все равно. Главное – поучаствовала. Сегодня было несложно. Сегодня был дух радости, поддержка и все нормально. Для нас очень важно мотивировать этих людей. Мотивировать и больших, и маленьких на то, чтобы они не замкнулись на своей болезни, не замкнулись на своем состоянии, а думали о будущем, думали о том, чего они могут добиться, и главное – дать им хороший стимул на развитие. Далее на эстафету вышли ученики младших классов. В составе команды из семи человек девочкам и мальчикам предстояло пробежать по 400 метров. Мне было в конце сложнее, потому что у меня была усталость, когда я уже вон там вот начал, и побежал уже легким бегом, потому что я не мог быстро бежать. В предпоследнее эстафете побежали ученики старших классов. Первому из команды было необходимо преодолеть дистанцию в 600 метров, остальным по 400. В завершающем забеге «Элизаровская миля» на старт вышли более 50 спортсменов. Среди них и сотрудники телекомпании «Регион 45». Во всех мероприятиях мы принимаем участие, стараемся поддерживать, естественно, форму спортивную, но это дает нам, во-первых, сплачивать как коллектив, и мы развиваемся и спортивно, и духовно. По итогам соревнований победители шести забегов получили медали, дипломы и переходящие кубки Ордена Улыбки. Из сотрудников телекомпании «Регион 45» отличилась координатор редакции Людмила Иванова. Она заняла четвертое место среди девушек. Константин Пчаков, Андрей Глазырин, Андрей Бахарев, телекомпания «Регион 45».